здорово и здравия если вы любите бокс это видео для вас просили меня помню на старом канале я еще читал чтобы я начал говорить об мм и давал прогнозы на мм и ребята я вот что хочу сказать я никогда в жизни своей не занимался мм я за то чтобы компетентные люди занимались теми делами в которых они компетентны они компетентных в шею гнали просто за шкирку брали выбрасывали на помойку понимаете вот чтобы не было вот этих вот идиотов которые на каждом углу горячали что ломаченко лопаса деклассирует и чтоб в мм и таких тоже не было поэтому я туда не лезу я в этом не компетентен и я не не буду давать каких-то прогнозов каких-то там вот рассказов об мм и потому что я в этом не разбираюсь единственное что скоро будет драться ну на мой взгляд король этого вида спорта на мой взгляд лучший вот просто за всю историю лучший что есть в этом виде спорта боец гордость меня пробирает что это наш боец наш советский боец причем почему я говорю именно советский потому что когда он завоевал пояс он сказал спасибо вся россия весь ссср и его сразу засвистали то есть вот эти мрази пиндосовские они до сих пор помнят кто их враг хабиб дал понять что никого они не победили никакую холодную войну они еще не выиграли и все еще все еще мы помним кто мы есть и ну мир дает это понять хабиб нурмагомедов это конечно но эта легенда из смешанных единоборств и самбо это просто человек с которого я считаю пример должны брать все абсолютно все вот эти вот сумасшедшие больные неадекватные которые что хейт какой-то на него рьют я просто не понимаю какими вообще посмотрите в зеркало насколько вы кончены насколько вы гнилые насквозь хабиб нурмагомедов это но я не знаю это гордость это просто это это человек от которого должны люди ну вот в ноги ему кланяться говорит спасибо что такие вообще рождаются ему его отцу понимаете это человек полный духа полный воспитания полный понимаете социальных устоев не понторез которому не нужны вот эти вот машины яхты деньги как майвейзер вот эти вот миллионы на столе раскладывать он этой хернёй не занимается он своих соперников всегда уважает даже если они гниль самая последняя вот он все равно их уважает то есть это человек с которого надо брать пример это человек который прославляет нашу большую родину это человек который несет свои ценности не притесняя при этом чужие то есть и как спортсмен он абсолютно великолепен вы никогда не продеретесь к нему как спортсмен он из каждого боя выходит без единой царапины у него никогда кровь не идет он практически каждый раунд своей карьере если не каждый выиграл не то что каждый бой каждый раунд это вообще как вот и он будет драться 24 октября против джастина гейджи я конечно не компетентный человек я не могу судить но если вот чисто это не прогноз это чисто мое мнение я никогда в жизни не поверю что джастин гейджи победит хабиба нурмагомедова даже если они 50 раз подерутся 49 раз он ему проиграет и на 50 и он ему проиграет хабиб это не тот человек которого выиграл джастин гейджи даже вот так знаете сугубо математически судить парье нокаутировал гейджи а хабибу досрочил парье то есть ну наверное надо это тоже учесть хабиба конечно год простое у хабиба погиб отец великий человек великий деятель великий даже не то что великий один из самых великих наверное людей вот со времен вот этой ельцинской позорной вообще ситуации нашей стране понимаете и таких вот людей конечно как обдулманатного магомедов терять это очень большая рана для страны для общества для спорта и многие думали что на хабибе это сильно отразится ничего там не отразилось ничего там он дал кучу интервью он много раз появился на публике он продолжил он тренировался великолепно там и ролики есть как он тренируется ничего абсолютно не изменилось потому что этот человек очень сильного духа это люди которые к материальным ценностям привязаны они сидят и плачут я не верю не хочу верить что так произошло нет хабиб другой человек он понимает что мы всего лишь человек чело навек понимаете то есть мы всего лишь мешок который век тут походит и все вот конкретно наше я это не вот это не рука нога там кожа капля крови это совсем это духовно энергетическая сущность которая все равно вернется если она здесь свои дела не закончила и пойдет уже становиться богом если она уже свои свой путь закончил хабиб это прекрасно понимает поэтому нет у него никакой тоски нет у него никакой печали по отцу он полон сил он продолжит свое дело он победит обязательно победить джастина гейджи и ну мне всегда доставляло удовольствие наблюдать за этим бойцом потому что травмы там не травмы хэйт не хэйт понимаете там вот эти вот соперники постоянно ему попадались какие-то знаете языкастые какие-то конченые а он их просто переезжал перемалывал плевал на них ну они выглядели понимаете ничтожественным сравнению с ним после всего сказано и не было понимаете от хабиба такого чтоб он превращался узнаете как чтобы победить там дракона самому надо стать драконом он никогда драконом не становился он всегда оставался человеком причем человеком с большой буквы этого слова поэтому на какой-то юси 254 кажется на юси 254 в титульном бою в 70 килограмм хабиб свой пояс защитит это ну вот я в этом уверен я некомпетентный в мм и человек поэтому вы меня не слушайте но я в этом просто уверен и людям я также хочу ответить что мне не надо писать что делай про мма делай прямым а ребята пишите это тем кто разбирается мама вот найдите человека который разбирается в ли мы не важно сколько у него подписчиков где он живет там кого цвета у него там кожа одежда найдите человека который разбирается �ima и ему бомбите понимаете потому что эти люди нам нам нужны компетентные люди слишком долго идиоты всякие и занимались некомпетентными делами. Я вот по боксу служу. Я когда дал прогноз на Ломаченко-Лопаст, ну там от силы три человека мне написало. Ну, здравую какую-то мысль. Остальное там было 80 комментариев. Я вот не понимаю, зачем люди их писали. Просто тратили свое время на критику того, с кем просто не согласны. Они не могли аргументировать свою позицию. И сейчас вот когда бой прошел, там осталось только 50. То есть получается треть комментариев просто удалили авторы своих комментариев. Им стыдно стало. Просто убежали. Не, ну те, кто совсем там обалдел, я их, конечно, забанил. То есть, понимаете, вот эта некомпетенция, она приводит к ужасам. И я хочу быть компетентным там, где я компетентен, и вообще не суваться туда, где я некомпетентен. Поэтому каких-то там роликов про ММА от меня не увидите. Также хочу еще раз поблагодарить группу ВКонтакте Планета Бокса, которая, можно сказать, занимается рекламным продвижением моего канала. Ссылочка на эту группу будет в описании. Обязательно подписывайтесь. Помните, бокс меняется. Мы должны быть к этому готовы. Болеем за Хабиба! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...